Всем привет, с вами Конрой. Сегодня, короче, у нас, естественно, как говорится... Гаррисмод Метрострой, как говорится. Да, сегодня у нас Гаррисмод Метрострой. Метрострой это дом. Как вы знаете, чуваки, блядь, как говорится. Ну что ж, как говорится, пацаны. Сегодня у нас обзор на... Замечательный... На, блядь, тьфу. Замечательное украинское ведро, как говорится. А именно, киевское ведро. Ну, как бы не сказать прям ведро, но именно ретро-поезд, как говорится. Ну именно, ретро-метровагон. Метро-поезд. Блядь, ну да, как-то так. 81710-3, как говорится. С такой вот замечательной киевской окраской. Да, просто у нас диспетчера тут у нас есть. Поэтому вот. Поэтому вот так вот. Сейчас будем кататься тут, как говорится. 27-го, 12-го, 21-го, 16 часов, 55 минут. Вот сейчас так, от светофора 61-го. Поэтому вот так вот, ребят. Будет именно такая поездочка с диспами, ё-моё. С диспами, как говорится. Все там подобное. Данный метровагон, он обычно в Киеве используется как, типа, ремонтный, именно, типа, поезды переводок, именно рабочих. Ремонтный, короче, ну, ремонтный поезд, тупо и всё. Это он в Киеве, именно обычно, он используется. Поэтому вот. Поэтому. Хотя, вот эти метровагоны, ребят, как вы знаете, они, в основном, они делались для Москвы, как бы сказать. Именно для московского метрополитена. Но, мы сегодня на нём как раз-таки прокатимся, ёпта, на этом ведре. Ну, ладно. Дадим всё-таки, как бы сказать, этому ведру памятку о том, что он в своё время, блядь, сколько людей перевёз и тому подобное. И проездил так. И проездил так немало, как бы сказать, немало так вот именно. Так, у нас, получается, тут что у нас не работает. Ага, информатор у нас, конечно, тут нету. И хероват. Всем локомотивным бригадам поезда следуют до станции Волжска. Водите информацию для пассажиров. На Волжской оборот исследования до станции Дубровка. Угу. А мне надо, блядь, до печатников, ё-моё. А печатники-то находятся вроде... Нельзя. Так, всё. Мы эти самые табличечки поставили. Информатора тут у нас, конечно, в нём у нас нету. Ну, бывает, как говорится, бывает. Так, включаем всю эту, нахуй, аппаратуру. Громко говорить. У нас, конечно, тут информатора нету. К сожалению. Вообще, по плану, мы хотели именно этот самый экземпляр снять именно на карте... Именно на карте Днепра, именно на украинской карте. Но, к сожалению, вот такая вот хрень. Вот так вот. Гоча, ебать, здорово. Отключите, пожалуйста. Бывает, блядь. Понимаю, понимаю. Диспетчер. Слушай. Это 30-й маршрут готов выехать из оборотного тупика по направлению станции Люблины и окончании станции Печатники. Так, 30-й маршрут. Вы до Печатников следовать будете, верно? Да, до Печатников. 35-й, стойте, не двигайтесь. 35-й маршрут, не отправляться. 35-й. Блядь. Блядь. Прикольно, как говорится. Ожидаем, как говорится, открытого нашего, блядь, сигнала. так ожидаем принято ожидаем как говорится да тут просто немножко были проблемы с кранами поэтому пришлось именно как говорится потрогать как-то бы сказать о номерной блин поехал а мы на заменитом питерской на киевском вагоне хотел так сказать блять чуть ли не сказал какой-то хуйню блять копта и чё бывает окей ожидаем ожидаем блять как говорится ожидаем я уже готов выехать из депой из оборотов пикап то что нету депо вообще именно на этой карте и все там подобное главное автомат и другая всякая хрень как говорится на аппаратура конечно у этого метровагона все старое блять все древние все советское является как говорится но они еще нахуй до сих пор ездят но продукт в украине то только в качестве этого самого ремонтного обслуживаю обслуживающего поезда блять как говорится в киеве а так эти ведра уже давно уже не ездят блин нигде ну или где-то ездят блин может быть и где-то нет просто дадим дань как бы сказать о прошлом просто дадим как бы сказать данным на прошлом у а 30 маршрут слушаю так стопа мы этом настроили все да все настройка говорит все нормально чтобы чтобы и не было ничего такого заебистого как говорится еще там подобное да просто ждать и ждать все как говорится сделано по умному ёпта да кстати кранок находится тут внизу а рычаг вот тут наверху идеально блять ну тут видимо решили по большей части вместить именно по большей части решили вместить именно вот это все поэтому вот туда же есть растормозить затормозить как бы сказать ручные моим тормозом поехали потихонечку спокойненько на замечательном ретро поезде да аппаратура тут все нахрен по старому как говорится да слушай нет нормально бля так но протиснуться как говорится и говорится да не не в тесноте и да не не в обиде как говорится поехали но долго думает очень сильно но шо сказать старый локомотив ёб твою мать ну шо сказать вам поехали зачем были влетать прям в поезд непонятно блять хотя ему сигналю кстати вот так сигналил и все до глан пленение не это мутить не надо так притормозим как говорится немножечко до станции печатников тут принципе не особо то долго долго надо ехать блять я так понимаю но нормально ну кстати тут есть даже включение радиоинформатора такая старых меня блин старый дребедень как говорится но она еще работает кстати вот звуки немножко вернулись так наши интересные звуки которым на мне очень лично говоря нравились именно и до сих пор мне нравится так еще тормозим так нормально так под тормозом как говорится вау это вау 30 маршрут волжской без команды не отправляется 30 повторяешь с волжской без команды не отправляется принято Пиздец, блядь Даже программа 2 не хочет работать Охренеть, блядь Забавно Ну, тоже карта Тут такая и все Мы еще ожидаем, как говорится Ну, а наберется сейчас народ Еще больше, ну, данный вагон Ебать Как говорится Садись Со мной посидишь Пока я тут Ожидаю, как говорится Принял, отправляюсь Блядь Так, давай к нему вот так подразгонимся Так, вроде бы я всех там замутнул Ну, в принципе, нормально Да, нормально Так, подзабавим скорость Так, это скорость не будем сбавлять, а сок-то Даже сейчас ровно Это пищит, это Ну, это, сказать, все КВД, на пищит Вот эта вот лампочка Выключение ходового режима Системы АРЭС Системы АРЭС, блядь КТН Лампа контроля Торможение Всякая другая Приблуда Опять КВД запищал Так, еще раз тормозим Что-то он из этой корки, бля, он тормозит Как-то Хуёво Ну, он бывает Бля, охуенно, бля У аппарата Да, немножко поздно, вот, конечно, я тормознул Бывает, блин, но Не все идеальные, как говорится А, вот, кстати, станции-печатники А, диспетчер Это 30-й маршрут Приблок станции-печатники И готов заехать в оборотный тупик Понятно, по-развещению Интересно, люди слезают сейчас Моего ведра Так, ладно, поехали А вот, кстати, печатники Сейчас, давайте туда краски заедем На этот вот самый На этот оборотник и все Так Ну что ж, ребят Ну ладно, ребят, давайте уж тогда Блядь, пассажир сидит со мной Ах, да блядь, вот это Блядь, ну информатор тут просто не работает И все, блядь И вот это вот такая вот хуйня, блядь, творится Ну ладно, ребят, давайте уж тогда На этом все Огромное вам спасибо, естественно, за просмотр Нельзя поставить палец мне вверх, естественно Подписаться на канал Колокольчик Ставьте, пожалуйста, ребят Ну Вам будет, ну не сложно же взять И просто нажать на кнопку подписаться Естественно Ну Ну, естественно, так же и Посмотреть там мои ролики Покомментировать их Полайкать там Ну если вам, конечно, понравится И все там подобное Ну Ладно, ребят, как говорится Спасибо, ребят, вам всем Всем пока Удачи Субтитры сделал DimaTorzok